Мы покажем вторую ступень развития в игре, фазу существ. Если хотите, я могу начать с общего представления Спор. Да, было бы хорошо. Спор — это новая игра Уилл Райта. Уилл Райт — создатель таких игр, как SimCity и The Sims. Оба сериала очень известны и заслужили большое признание у игроков. Спор — новая игра Уилла. Над ней он работал с запуска The Sims 2. Это игра о жизни. Если точнее, об эволюции жизни от микроскопических созданий до межгалактической суперрасы, которая свободно летает между звездами. Эта игра проводит игрока от самого маленького до самого большого. Кроме того, в Спор мы хотели напомнить игрокам о том, насколько интересна жизнь, о многообразии природы, которая окружает нас каждый день. Мы хотим помочь игроку почувствовать силы природы и позволить ему самому создать жизнь. Сегодня мы покажем одну из пяти фаз. Начинает игрок с одноклеточных существ. Вам удобно одновременно говорить и показывать? Да, нормально. Спор состоит, по сути, из пяти разных уровней. В начале игры вы одноклеточное существо. Давайте поменяемся, чтобы вы были поближе к мышке. Или это все ворушено? Или нормально? Спор и игра в пять фаз. Вы начинаете игру в роли микроскопического существа в океане. Вы пытаетесь выживать, питаться, избегать хищников и расти. И однажды ваше существо развивается настолько, что выходит из воды на сушу. Здесь начинается вторая фаза. Вам нужно снова эволюционировать, драться и бороться за выживание в новом и враждебном мире. И в конечном счете, нужно сделать существо разумным и образовать вместе с сородичами небольшое племя. В третьей фазе игрок должен вырастить из своего маленького племени город, а после и полноценную цивилизацию. Потом, в четвертой фазе, нужно развивать цивилизацию, захватить планету и стать глобальной всемирной империей. После этого вы получите возможность построить космический корабль и отправиться на освоение космоса. Это пять фаз спор. Сегодня мы покажем вторую фазу. Фазу существ. Организм впервые выходит из океана на сушу. Кстати, как выбирается момент перехода от одной фазы к другой? Все будет показываться в специальных роликах. Игрок сначала принимает решение перейти к следующей фазе, а потом смотрит видео о том, как его существо, например, выходит из воды. То есть, можно это сделать в любой момент? Для перехода нужно достичь определенного уровня, быть достаточно развитым, чтобы выжить на суше, например. Но после этого можно перейти в любой момент. Вот наше маленькое морское существо. Оно первый раз вышло из воды. Как видите, ни ног, ни рук у него пока нет. Оно еще не приспособлено к жизни на суше. Но нам нужно выжить. Вид у нас плотоядный, так что придется охотиться на других животных. Когда мы убиваем существо, его можно, естественно, съесть. Вся игра вращается вокруг очков ДНК. Эта величина определяет то, как ваше существо будет развиваться в будущем. По мере прохождения игры, вы выполняете разные миссии и взаимодействуете с существами, получая за это очки ДНК. С их помощью можно развить свое существо. То есть, организм может быть как травоядным, так и плотоядным. Да, для хищников весь мир делится на жертвы врагов. Одних нужно есть, а от других убегать. Но можно быть и более дружелюбным существом, и вместо того, чтобы атаковать, вы можете общаться с другими животными. Например, сейчас мы пытаемся спеть кому-то песню. Она им, похоже, понравилась. Вместо того, чтобы смотреть на мир в черно-белых тонах, довольно просто, потому что существо не очень развито. Но позже будет, конечно, сложнее. Можно всегда самому принимать выбор и решать, что лучше. Давайте немного ускорим процесс. В самой игре до этого доходит чуть дольше. Там придется сначала набрать побольше очков ДНК. После этого можно впервые развить своих существ и создать новое поколение, приспособленное к жизни на суше. У нас есть самка, и она, похоже, готова к спариванию. Давайте займемся с ней нежной любовью. В игре вы должны встретиться с другим представителем своего рода и после этого отложить яйцо, которое будет представлять новое поколение ваших существ. Теперь мы в редакторе. Это еще одна важная часть игры. Здесь можно задавать форму и вид своего существа. Я уберу все старые части тела, потому что сейчас они мне скорее мешают. И начнем создавать новый вид. Так, как нам захочется. Начинаем с позвоночника. Его можно вытягивать, гнуть, задавать ему любую форму. Можно сделать больше, можно меньше. Как захотите. После того, как форма выбрана, можно добавить ноги. Сколько угодно. Две, четыре, шесть. Они идут по парам? Можно ставить и по одной, но с двумя удобнее. Давайте сделаем две ноги. Добавим парочку рук. Они тоже не помешают. Опять же, их можно сделать сколько угодно. Стоит добавить и голову. Здесь вы можете выбрать, быть ли плотоядным или травоядным. Есть вам мясо или овощи. Это дает существу разные качества. Платоядные должны быть агрессивными, уметь кусать и нападать. Но в социуме они могут быть не такими эффективными. Травоядные же менее жестокие и лучше взаимодействуют с другими существами. Давайте прикрепим. Хорошо получился. Выберем глаза. Их тоже можно свободно растягивать. Потом можно выбрать ступни, например. Давайте добавим очков ДНК. Поставили ступни. Каждая часть тела дает вам определенные способности. И по мере прохождения игры вы можете сделать свое существо каким угодно. Агрессивным или тихим или общительным. Все определяется здесь. А как генерируется голос? Есть заранее записанные звуки? Или все генерируется в игре? Все генерируется само. Если дадите существу, например, четыре ноги, то оно будет ходить уже не так, как на двух. Все генерируется по ходу игры. Я спрашиваю про голос. А, извините. Голос на самом деле один из немногих элементов, который в игре не генерируется движком. Он зависит от того, какую голову вы поставите. И если существо уже смотрится неплохо, то можно добавить парочку аксессуаров. Все они влияют на характеристики существа. Если вы сделаете ему агрессивный вид, то именно так его и будут воспринимать остальные. Наши животные почти готовы. Давайте добавим еще вот сюда. Теперь нужно подобрать цвет. Можно выбрать один из готовых шаблонов, или же раскрасить все самому. Думаю, пойдет. Можно посмотреть, как ваше существо поведет себя в игровом мире, как оно будет двигаться. В зависимости от количества ног, оно будет ходить по-разному и по-разному себя вести. Все зависит от того, каким вы его сделали. Показывает разную анимацию, разные танцы. То есть здесь можно выбрать разные действия и посмотреть, как существо их исполнит. Совершенно верно. Это то, как животное будет выглядеть в игре. Небольшая возможность посмотреть на него заранее. Допустим, мы им довольны. Давайте вернемся в мир. Обычно первое поколение после выхода из воды получается, конечно, не настолько развитым. У него еще должна оставаться большая часть конечностей прародители. Пришлось бы понемногу выращивать его, выполняя миссии, общаясь с другими существами и зарабатывая очки ДНК. Продолжение следует...